У меня такая очень интересная сегодня тема. Многие из вас знают меня, ох, я никого не вижу вообще, оказывается, вот так. Многие из вас знают меня, как жизнерадостного человека всегда готова прийти к вам на помощь, всегда готова что-то посоветовать, но я не всегда была такой. И сегодня я пришла рассказать вам о том, как получилось то, что вы видите сегодня. Десять лет назад я была стервой. Я была сопродюсером построения крупнейшей радиостанции в Средней Азии. 120 человек коллектив, прекрасное двухэтажное собственное здание, огромное количество компьютеров. Тогда, а это начало 2000-х годов, еще никто не знал, что такое цифровой тракт на радио, мы это сделали. Позже, вернувшись сюда, я возглавила радиостанцию «Максимум». Я боролась за то, чтобы нашей стране отдали право, конкретно нашей команде, представлять радио «Максимум» в Бишкеке, и мы получили это право. Достигнув к 25 годам всего вот этого вдруг, я поняла, что, ну, все, в принципе, в радио я уже все сделала. И спустя пару лет мы с мужем открыли собственную продакшн-студию. Сбылась моя мечта. Я озвучила парфюмерный ролик с участием Сары Джессики Паркер. Но мы, к сожалению, не нашли его на русском языке на YouTube, поэтому решили вам не показывать. Но это не делало меня счастливой. То есть я все время должна была дополнять, да, выполнять какую-то еще работу. У нас в семье всегда был фронтмен, а я добровольно взяла на себя какие-то, ну, функции по подготовке, которые чаще всего связаны с руганью, да, с тем, что что-то не сделали и так далее, и так далее, и так далее. И в один прекрасный день, дайте следующий слайд, пожалуйста, я вдруг поняла, что вот это вот наше «мы», оно истончается. Самым ярким моментом было, наверное, тогда, когда, знаете, я чуть отвлекусь. Однажды я фотографировала свою подругу, и она вдруг мне сказала, у тебя очень сильно трясется голова. Это какая-то нездоровая фигня, тебя надо проверить. Через друзей в 10 часов вечера меня увезли в больницу в Джалл, я проходила там магнитно-резонансное тестирование. И то, что нам сказали спустя 40 минут, ну, значительно повлияло на нас, на меня. Потому что мне сказали, что одна половина мозга у меня не так снабжается кровью, она постепенно умирает. И что жировой слой, который окружает наш мозг и защищает его от сотрясений, он разрушается. Как жизнерадостно сказал мне мой друг, ну, Светочка, через 5 лет ты превратишься в овощ. Это, кстати, было 5 лет назад. И вот тогда, тогда я никак не могла понять, почему мой супруг отстраненно стоит в стороне, почему он меня не обнимет, почему слова поддержки, такие, знаете, Светка, есть же еще и не традиционная медицина. Мы что-нибудь сделаем и придумаем, говорят мне по телефону мои друзья. Я не знала, что наше «мы» уже закончилось. А вместе с ним закончилось и наше дело. Он уехал в Россию, я большую часть оборудования отдала ему. Тогда я думала, что это временно. Мы распустили наших сотрудников, громко сказано, нашу любимую секретаршу Анечку. Нашли ей другую работу. И в один прекрасный день я проснулась и поняла, что смысла жизни больше нет. Что меня окружает полная темнота. То есть у меня нет человека, с которым я все делила пополам 10 лет и совместную жизнь и работу. У меня нет дела и, возможно, скоро не станет меня. К счастью для меня, мне тогда хватило ума принять правильное решение по поводу моей болезни. Я решила, что она не будет управлять моей жизнью. Я не превращу свою жизнь в бесконечное метание по клиникам с проверкой и перепроверкой диагнозов, с бесконечной сдачей анализов. Мы просто узнали, что нужно и на каком этапе нам придется обратиться к врачу. И этого мы, как вы знаете, уже больше не стало. Можно следующий слайд? Я себе просто написала шпаргалочку маленькую. И вот в этот момент, когда просыпаясь по утрам, я заставляла себя заново дышать, я заставляла себя заново учиться ходить, я заставляла себя идти на работу, а для того, чтобы мне надо было работать, началась я. То есть исчез мой фронтмен, и мне не нужно было уже быть вот этим вот стервозным, вот до всех докапывающихся бэкграундом. В моей тьме появился свет, в моей тьме появились цвета. Я рассказывала на репетиции и решила это вставить, что однажды я ехала в маршрутке на работу. Меня там прижали к стеклу, мне было видно там кусочек серого неба, серыми же деревьями. Я подумала, почему бы это не раскрасить? Почему не дать этому цвет? Так в моей жизни появились цвета. Мне стало легче дышать, мне стало легче ходить. Конечно, мне пришлось от многого отвыкать. Мне пришлось научиться ездить в маршрутках опять. И теперь я не считаю это чем-то таким. Мне гораздо проще на маршрутки быстро подскочить, чем вызывать такси. Такси для особых случаев. Я поняла, что то, что приносит нам счастье, на самом деле, это невозможно купить за деньги. Да, новая кофточка – это классно, но по-настоящему счастливым вас сделает нечто другое. Я бесконечно благодарна своим друзьям, и многие из них, теперь мои новые друзья присутствуют здесь, потому что круг старых друзей, он как-то, знаете, значительно поредел после этих событий. Огромную роль сыграл интернет в моей жизни. Почему? Потому что ноутбук не выключался никогда. Все это время он был со мной. Там все время был интернет, там все время была включена Аська, там был блог, в который я писала очень жалостливые вещи. И огромное количество людей меня поддерживало. Даже самый близкий друг не может быть с вами 24 часа в сутки. А мои друзья в интернете, подключаясь в разное время, поддерживали меня. И это было здорово. И я взяла себе за правило делать одно доброе дело в день, чтобы чувствовать, что я не зря прожила этот день. Дайте следующий слайд, пожалуйста. Я назвала это бароном Мюнхгаузеном. И многим из вас, по-моему, я уже давала этот совет. Никто не обязан вытаскивать вас, кроме вас самих. Сами берем себя за косичку и тянем из болота, потому что в этом болоте нельзя сидеть вечно. Я запретила своим друзьям себя жалеть. Я стала ходить на свидания. Знаете, после 10 лет брака в 33 года несколько сложновато ходить на свидания, потому что ты просто не помнишь, как это делается. Я стала заводить новые знакомства, и круг моих знакомств был значительно моложе. И я поняла, что эти люди, они не знают моих прошлых заслуг. Да и многие из тех, с кем мы работали, всегда считали меня вторым планом. Поэтому мне пришлось заглянуть в себя и открыть себя заново, вспомнить, какая я есть. Я научилась просить и принимать помощь. Это было очень важно, потому что мы же железные леди, как это так? Мы всегда на белом коне, а тут нас конь сбросил и ускакал, а мы в луже лежим и плачем. Не пойдет. Был такой период, к счастью, для меня не очень долгий, когда я прибилась к группе таких людей, которые когда-то были популярны в этом городе. И вот они, значит, собираются по вечерам, пьют и вспоминают, как было хорошо. Ну да, было хорошо, но я же хочу жить, я хочу жить здесь и сейчас. Ключевым моментом было понять, что я не обязана тащить на себе все воспоминания. Я не обязана помнить, что вот эта любимая песня его любимой одноклассницы, а день рождения его мамы такой-то, и она любит такие-то цветы. Все, это больше не мое. У меня есть мои подруги, у меня есть моя мама, у меня есть моя жизнь. Следующий. Ключевым вопросом для меня стало, вот секретом моего успеха, для меня стал вопрос, который я задавала себе очень часто. Что ты хочешь делать? И я отвечала себе, я хочу помогать людям. Даже устраиваясь маркетологом в одной из компаний, я пришла и сказала, я хочу вам помочь сделать так, чтобы люди о вас узнали. Это был ключевой момент. К сожалению, я ушла из этой компании через полгода, но для меня служит некоторым утешением, что до сих пор на место маркетолога они не могут найти никого. И знаете, спустя два года я разрешила себе влюбиться. И это чувство, оно послужило новой ступенью. Вот тут я должна была встать на стул, а потом с него спрыгнуть. Не буду этого делать. Послужило вот еще одним стартом в череде самых разных событий. Интерньюз пригласил меня пройти тренинг для тренеров, то, о чем я долго мечтала. Я наконец-то стала тренером. Я наконец-то стала рассказывать о том, что я знаю другим людям. И мне это нравится, я продолжаю это делать до сих пор. Мой диагноз через некоторое время был минимизирован абсолютно. Я даже мстительно об этом написала бывшему мужу. Вы знаете, я не могу сказать, что в моей жизни нет проблем. Проблемы, конечно, есть. Мы же все живем обычной человеческой жизнью. Но самое главное, о чем я хотела вам сказать, что вы преодолеете любые проблемы, если вы однажды перешагнете через то, что, как вы думаете, может вас убить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ